Обсудили на встрече с Акимом также подорожание продуктов, загазованность воздуха и частые аварии из-за курьеров на мопедах. А в этот раз горожане не только озвучивали проблемы, но и предлагали пути их решений. Многие инициативы жителей глава мегаполиса пообещал поддержать. Одина Смогулова побывала на традиционной встрече. Просторная площадка, микрофонные стоки и сотни горожан с вопросами. Началась встреча с жителями наурсбайского района по классике с отчетного выступления Ярбулата Дусаева. Затем монолог Акима о грядущих планах сменился на сессию «Вопрос-ответ». Впрочем, не обошлось без эмоций. Но позднее обстановка все же изменилась. Чего не скажешь об алматинском Смоге, который многим не дает покоя, как этому мужчине. Но вместо привычных претензий и требований решить экологическую проблему, он выступил с предложением. 16 видов оборудования придумал. 10 патентов имею. Народ задыхается. Такой хороший проект, уникальный проект. Аналогов нет в мире. Не проходит. Вроде все признают проект, а к делу не приступают. Рассмотреть проект глава мегаполиса пообещал в марте на запланированном приеме граждан. Между тем своим примером «Новатор» задал тон всей встречи, участники которой озвучили немало интересных идей для стартапа. В марте мы открываем оптомаркет, где цены будут на 20% дешевле, чем в других таких же супермаркетах, как «Магнус». Но вы хотите землю получить от нас? Нет, нет. У меня рынок универсальный. Я со своей стороны предлагаю на 50% снизить арендную стоимость, но за счет этого снизить стоимость продовольствия продуктов питания. Вон так, покажите схему, если заработает, может быть, и другие у нас. Схема готова. Мы хотим сделать цены на нашем рынке базовой для всего города. То есть есть возможность. Хорошо. Прозвучали в переоборудованном спортзале 206-й школы и просьбы, которые Ким города просто не смог оставить без внимания. В нашем районе есть небольшой участок, которым никто не пользуется. Где-то 5-6 соток. Месяцами не могу получить на него право. Отовсюду меня гоняют, не хотят принимать. Помогите с этим вопросом, пожалуйста. А для чего вам нужен этот участок? Хочу построить там дом моим внукам. 12 лет назад погибла их мать. Вот недавно умер и отец. Кроме меня, у внуков никого и ничего больше нет. Жить им негде. Если я не построю там дом, эти маленькие дети на улице останутся. Давайте поступим так. Я дам задание начальнику управления. Как только он примет ваши документы, сам лично проверю их. Посмотрю, как можно решить этот вопрос. Постараюсь вам помочь. Несло ясности это всеобщее собрание и другой, не менее важной проблеме. Вседозволенности на дорогах курьеров-мопедистов, приводящей к авариям и травмам. Они по всей дорогам ездят. У них 18 лет парням, 16 лет. Они ни прав не имеют, ничего. То есть они создают аварийные ситуации. Что-то решить надо с ними тоже. Министерство внутренних дел уже внесло законопроект, он находится на рассмотрении, в котором электрические самокаты и мопеды, которые как раз меньше 50 кубиков, наконец станут признаны транспортными средствами. Поэтому, если закон примется, их признают транспортными средствами, тогда у нашей дорожной полиции появятся инструменты требовать права, правила езды и так далее. Словом, встреча выдалась продуктивной. Отчаявшиеся хоть как-то разрешить ситуацию, жители нашли решение проблем. А желающие внедрить новые проекты – поддержку от Акима.